Уже с утра во дворе между домами 91 и 93 по энтузиастов работает трактор, очищает въезд и парковку. Однако жители своей управляющей компанией недовольны и написали обращение к главе города. Елена Лапушкина провела беседу с руководством организации. Коммунальщики ответили, что не смогли произвести уборку вовремя из-за припаркованных машин, хотя жители предупреждали о предстоящих работах. Когда сейчас выстрелили? Вчера просто не смогли протестать, национальность есть. Машины стояли, написали объявление, что сегодня все работает, транспорт. Глава Самары проверила еще несколько адресов, с которых поступали обращения жителей. Так, горожане написали, что сложно пройти к 28-й школе и 315-му детскому саду на Карбышево. Елена Лапушкина отметила, что тротуары в порядок приведены, а вот дорогу необходимо очистить качественнее. Проблемы с тем, чтобы пройти и проехать, испытывали и жители дома номер 177 по Партизанской. Управляющая организация на обращение отреагировала, вывела на адрес технику и провела работу над ошибками. Безусловно, замечаний более чем достаточно. Конечно, есть нечищенные тротуары, плохо прочищенные дороги, дороги прочищены в одну колью. Я понимаю, насколько это неудобство создает нашим жителям. Вместе с руководителем муниципального предприятия своими глазами посмотрели. Надеюсь, что сегодня до конца дня все эти замечания будут устранены. Сегодня утром на уборку улицы дворов в Советском районе вышли 21 единица техники и 356 дворников, а также 14 бригад альпинистов, которые очищают кровли. Регулярно качество работ проверяет районно-административная комиссия. Но управляющие компании, которые свою работу выполняют недобросовестно, составили уже более 60 административных протоколов. Довольно-таки приличное количество протоколов. Но если у нас управляющие компании не понимают о том, что они должны делать, как это должно бы выглядеть, ну, значит, будем привлекать, наказывать рублем. Особое внимание глава города уделила очистке не только скатных крыш, но и козырьков балконов и кондиционеров. Это должны сделать владельцы помещений. Управляющим компаниям и сотрудникам районной администрации дано поручение провести беседу с жителями о необходимости очистки своей зоны ответственности. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.